Была не была, полчаса у плиты постою, зато потом так вкусно поем. Сначала беру куриное филе и нарезаю его на ломтики, затем с двух сторон немного отбиваю. Солю, а из специй в этот раз беру копченую паприку, пожитник и черный перец. Туда же немного оливкового масла перемешиваю и оставляю мариноваться. Этим временем подготавливаю овощи и зелень. Нарезаю огурцы и помидоры. Дальше нужно выбрать либо листья салата, либо бекинская капуста. Я обычно делаю выбор в пользу второго варианта. Отделяю от капусты несколько листьев, удаляю белую жилку, а сами листья мелко шинкую. Паприка, хмели-сунели, черный перец, зернистая горчица, обычная горчица, майонез и сметана в одинаковых пропорциях, а также соль. Все перемешиваю. Разогреваю растительное масло. В отдельной миске кладу панировочные сухари, муку и взбиваю яйцо. И возвращаюсь к филе. Обмакиваю его сначала в муке, затем в яйце, следом в панировочных сухарях и кладу в сковороду. Жарю до золотистого цвета с двух сторон. Убираю мясо с огня и сразу нарезаю его на полоски. Первыми на лист лаваша выкладываю пекинскую капусту, огурцы и помидоры. Дальше куриное филе, которое обильно поливаю соусом. Помимо этого соуса люблю добавлять сюда еще кисло-сладкий чили соус. Он дает такую классную пикантность. Потом петрушка, сыр и сворачиваю лаваш. Очень только жалею, что у меня в городе негде купить нормальный, вкусный, качественный, настоящий армянский лаваш. И приходится довольствоваться только тем, что есть. Заворачиваю шаурму в фольгу, а подогреть можно на гриле, на гриль-сковороде, либо, как я в данный момент, в духовке. Ничего, что лаваш не настоящий, зато внутри вкусный соус и много мяса, на что не каждое кафе расщедрится. Поэтому я шаурму предпочитаю делать сама.